Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Анатолий Храпчинский, авиаэксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Анатолий, здравствуйте, мы рады вас приветствовать в нашем прямом эфире. Анатолий, доброе утро. Доброе утро. Анатолий, правильно ли мы понимаем, что в контексте F-16 речь идет даже не о подготовке управлением данными истребителями, про украинских пилотов, учитывая то, что летная подготовка у них безусловно есть, а скорее речь идет об обучении взаимодействия с разными системами. Так ли это на самом деле? И вообще, вот учитывая наш предыдущий сюжет, на каком сейчас этапе эта самая подготовка у украинских защитников неба? Смотрите, подготовка украинских пилотов к эксплуатации F-16 и в целом введение F-16 в воздушные силы Украины предусмотрит под собой два года, программа двухгодичная. Это и подготовка аэродромов, это и подготовка летного состава, и подготовка технического состава. Тут следует предусматривать то, что непосредственно на подготовку, на обучение были отправлены как курсанты, так и летчики с боевым опытом. И тут есть большая разница. Почему? Потому что если мы говорим о курсантах, то они обязательно должны проходить подготовку и на турбовинтовых, и на реактивных самолетах класса. Допустим, если мы говорим про американский курс подготовки, это Т-6 или Т-38, и она в целом занимает до 6 и 7 месяцев. И, в принципе, 9 месяцев занимает основная подготовка. Это академическое обучение, потом идет тренажер, и потом идут уже непосредственно вылеты. И, в принципе, да, на самом деле выглядит оно как вроде бы долгосрочное, но если говорить о пилотах, которые уже прошли обучение, и они знают технику пилотирования, то им нужно пройти переобучение на новый тип самолета. И здесь, в принципе, мы говорим о сокращенной программе, которая предусматривает, допустим, небольшой курс академического обучения, полет, допустим, как вы сейчас видите на симуляторе, и в дальнейшем уже вылет непосредственно с инструктором, самостоятельный вылет, и потом уже идет программа согласования, когда непосредственно пилоты учатся летать в команде, выполнять, допустим, какие-то обязательные упражнения, когда ведется авиационный бой. Снова-таки, по поводу английского языка. Тут следует указать на то, что это не просто английский язык, это авиационная терминология. То есть это немножко другое, потому что там все пилоты знают, что английский авиационный немножко отличается, даже по произношению некоторых цифр. Поэтому, на самом деле, тут изучение английского – это классическая норма, то есть это классическая норма изучения команд, которые произносят на английском языке. Что, как вы считаете, должно измениться сразу с официальным появлением F-16 в украинском небе? Это значительно усилит наши возможности противовоздушной обороны, потому что мы видим, враг неоднократно наносит удары по одному и тому же месту. Причем, ну, это такой террористический подход. И, в принципе, если мы говорим про F-16, то они целиком могут закрыть воздушное пространство Украины от массированных ударов. Если мы говорим про линию фронта, то тут значительное оттягивание российской авиации происходит, потому что даже с комплектацией блок-42 F-16 мы сможем говорить о том, что радиус действия радиолокационных систем позволяет нам видеть вглубь на 300 километров и позволяет нам выбивать авиацию. Более того, здесь мы говорим о том, что эти самолеты могут наводить ракеты на наземные средства противника и при этом, нажимая кнопку старта, забыть про ракету, то есть знать, что она выполнит свою задачу. И поэтому, на самом деле, за счет такого усиления это упростит работу пилотов, во-первых, потому что намного легче работать с пилотируемой техникой, которая практически автоматически выполняет большую часть задач, ну и, соответственно, усилит наши возможности по тому, чтобы выгнать врага с территории Украины. Борьба с управляемыми авиабомбами, она как-то сможет решиться в позитивном контексте, учитывая появление дайтаблок F-16. Смотрите, на самом деле, если мы говорим про борьбу с авиабомбами, тут нужно понимать, что, да, есть классическое средство борьбы с авиабомбами, это противовоздушная оборона, но мы говорим о линии фронта, где активно участвуют и артиллерия, и БПЛА противника. Поэтому самым лучшим вариантом здесь, на самом деле, противодействие против средств, которые скидывают эти авиабомбы. И в данном случае, да, на самом деле, мы сможем отогнать хорошо очень российскую авиацию от линии фронта, и, то есть, для противника станет неэффективным использование авиабомб для наступательных действий. Скажите, пожалуйста, мы довольно часто в последнее время говорим исключительно об F-16. Означает ли это, что вопросы передачи других самолетов для Украины уже закрыты или потерял свою актуальность, те же Еврофайтер и Тайфун? Давайте начнем с того, что, допустим, британская группа летчиков, которая закончила обучение, сейчас едет во Францию для обучения. Франция не имеет F-16, но, тем не менее, там есть определенный курс обучения. То есть, мы можем говорить, в принципе, что летчики сейчас готовятся на широкую программу для того, чтобы потом можно было эксплуатировать любой тип европейских самолетов. Потому что мы видим уже первые фразы со стороны Франции по поводу «Миражей». Мы слышали уже и от Швеции по поводу СААБов. Поэтому, в принципе, есть перспективы, и нужно говорить о том, что нам все равно придется и нужно будет искать самолеты, которые могли бы эксплуатировать европейского образца, потому что это значительно сократит логистику по получению, обучению и других характеристикам. Потому что каждый самолет, который мы получим, мы можем эксплуатировать, мы можем делать предполетную подготовку, но уже ремонт, глубокий ремонт либо модернизация будет происходить исключительно с участием инженеров от компаний-производителя. Анатолий, отметим сейчас еще один момент. В нашем прямом эфире министр обороны Украины Рустам Умеров призвал Данию по возможности профинансировать обучение большого количества украинских пилотов на F-16 в других странах. И вот знаете, о чем еще с вами хотелось поговорить? Вот сколько этих самых F-16 нужно Украине для того, чтобы поменять ситуацию на поле боя, вообще изменить ход этой войны, которую развязал Путин? Вот есть какое-то конкретное количество, по вашему мнению? Ну, давайте начнем с того, что на самом деле около четырех эскадриль было бы достаточно для того, чтобы получить паритет в воздушном пространстве. И здесь в условиях, если мы говорим, допустим, мирных действий, мы могли бы говорить об одном количестве самолетов, если мы говорим по активной фазе войны, то можно сказать о четырех эскадрилях как минимум, то, что нам нужно. Тут надо не забывать, что все-таки... Сколько это эскадрилья? В эскадриле 18 самолетов. 18 самолетов. Смотрите, если мы говорим по натовским стандартам, если мы говорим, как у россиян, или старые советские стандарты, это 12 самолетов. Поэтому четыре эскадрильи, в принципе, могут значительно решить и повлиять на ход боевых действий. Снова, не надо забывать о том, что есть необходимость получения другого вида вооружения, которое может помочь нам, допустим, потому что нам нужно сейчас активно получать и вопрос лоббировать с получением ПВО, потому что есть проблематика, допустим, все активнее начала использовать баллистику. И тут есть необходимость получения также вооружения для этих Р-16, и чтобы это вооружение нам разрешили использовать, если мы говорим, допустим, о ракетах Джасомс, которые могут лететь на расстоянии около тысячи километров. Потому что, почему активный разговор шел про Тауруса, потому что это ракета, которая может лететь на 500 и более километров. Если мы получим Р-16 и нам, как уже, в принципе, говорится о финансировании, о неком финансировании для получения вооружения для этих самолетов, мы можем рассчитывать на Джасомс. Мы надеемся, что Ян Столенберг, заявивший, что самолеты F-16 с их вооружением можно будет использовать по стратегическим объектам Российской Федерации, все-таки будет осуществлено, и мы сможем выбить большой круг логистики, тем самым отогнавшись глубоко вглубь России важное их вооружение. Самолеты, как и другое вооружение, это весьма и весьма необходимо сейчас для украинской армии, для того, чтобы деоккупировать украинские территории. Но и защита тоже является важным моментом. Среди прочего, радиоэлектронная борьба. Кстати, задам вопрос в контексте того, что сейчас, в ближайшее время, армия США может получить рюкзаки с новыми возможностями радиоэлектронной борьбы, а также специализированные инструкции по их использованию. Для этого Конгресс должен бюджет утвердить. Значит, эти переносные комплексы РЭП, которые, среди прочего, могут помочь и обнаруживать позиции противника. Defense One об этом сообщает. Как с радиоэлектронной борьбой обстоят дела в украинской армии сейчас? Активное насыщение идет со стороны, допустим, компаний, которые занимаются этим. Тут следует сказать, что на самом деле большое количество компаний, которые вовлечено в производство, и мы видим, что продукты становятся дальше более качественные, более интересные. На самом деле и потребность, формируется уже потребность со стороны вооруженных сил Украины. Но снова-таки нужно не забывать, что это новый вид боевых действий. Потому что если мы ранее говорили о радиоэлектронной борьбе, то мы имели в виду, это, допустим, придушение сигналов между подразделениями, то есть создание технических проблем, которые подразделения могли между собой связываться. Это проблематика, допустим, с навигацией. Допустим, мы видим, как в Калининграде российском работает сейчас Борисоглебская система, которая очень сильно влияет на воздушную навигацию даже гражданских суден. Тут, в принципе, и говорится про навигацию для уменьшения точности высокоточных ракет и снарядов и так далее. Сейчас же мы столкнулись с новым видом противодействия. Это противодействие против простых классических ВПЛА, Мавик, FPV, дрон. То есть то, что является, в принципе, коммерческим, то, что может купить любой человек. И на самом деле это сейчас развивается технология. Мы говорим о том, что мы создаем не только технологию, мы создаем принцип работы данными устройствами, потому что мы слышим появление рюкзаков для штурмовых бригад, появление антидроновых ружей, допустим, для позиции, защиты позиций. Есть стационарные установки небольшие, которые ставятся в окоп, либо на технику. И, в принципе, это все должно работать в комплексе, должно быть под управлением определенных систем, которые будут знать, когда что включать и как оно должно работать. Ну и, конечно же, очень важно это выявление вражеских ВПЛА. Анатолий, мы вас благодарим за этот экспертный анализ. Было очень приятно с вами пообщаться. Анатолий Храпчинский, авиаэксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Анатолий, спасибо. Всего доброго.